привет всем данное видео я решил назвать борьба со смертью или что должен знать каждый начинающий кроликовод значит смотрите вот у меня в данном случае вот гнездо и только что вот я вытягивал сейчас я его найду в сторонке здесь вот видите одного из малышей вот другие у нас активные этот выполз у нас вот этот угол и начал замерзать хочу рассказать о том что нужно в этих случаях делать вот видите он уже полежал буквально пару минут с собратьями начал немножко шевелиться хотя бы значит в первую очередь если вы увидели в стороне вот основного гнезда малыша что с ним нужно сделать вы должны убедиться в том что он жив или в том что он мертв если вы собираетесь его выбросить значит когда они замерзают у них очень слабый очень очень слабая вообще реакция двигательная дыхательная у меня для этого здесь всегда специально лежит зеркальце вот такое вот обычное вот маленькое зеркальце я беру просто-напросто вот даже если он совершенно не шевелится подношу его вот видите к носу и сразу сразу появляется в этом месте испарина обязательно вы должны в этом убедиться дело в том что замерзая они их двигательная реакция уменьшается до такой степени что практически никто никогда не скажет жив он или мертв что делать дальше в первую очередь очень быстро вывод берете его двумя руками вот не зажимая видите просто взяли оставляете ему вот мордочку на улице и начинаете его плавно вот взяли в одну руку и перекладываете его из одной руки вот в другую нужно ему дать движение как только вы заметите первые вот ведь он начинает шевелиться как только он начинает шевелиться вы допустим я как в своем случае делаю честно скажу я просто беру и ложу их подмышку вот на голое тело я взялся с его вот и держу его подмышкой то есть для того чтобы поднять его температуру тела дело в том что почему это происходит это происходит не в дни именно из-за нерадивости мамаши зачастую это из-за поисков приключений данных малышей вот видите у меня засыпана рисовая шелуха вот она немножко дальше сделала гнездо но она вот в этом месте сделала себе как бы прогалинку она вот запрыгивает садится здесь вот когда она покормила вылазит один из малышей к ней зацепившись падает вниз ему всего лишь два дня от роду и как вернуться обратно в толпу он не знает через неделю 8 дней 9 дней плюс-минус они уже довольно таки неплохо знают как вернуться они уже идут на ощупь на звук как бы на тепло они определяются но первые дни вы должны внимательно аккуратно приоткрыли маточник заглянули закрыли открыли заглянули закрыли даже если у вас маточник утепленный вот видите мой уже тоже вот сейчас я держу его подмышкой тоже начинает пищать в если даже вы уверены что у вас маточник теплый утепленный поверьте подползать где-нибудь двери все равно будет микрощель в любом случае и он в ней замерзнет даже находясь просто в маточнике но без подогрева маточника он может у вас сделать такую вот найти себе такое приключение последнее своей жизни значит вот сейчас я взял у нее тут немножко подсыпал вот здесь выравниваю это место проверяю вокруг нет ли больше таких же почему я обратил внимание потому что сегодня одного я уже не успел у нее спасти вот пришел он уже был полностью готовы вот этого вот этого вот красавчика ведь вот он реакция конечно у него не такая какая должна быть абсолютно взрослого здорового но она у него есть ведь вот он двигается то есть он хочет жить и жить он будет мы его должны до греть до температуры тела практически до температуры нашего тела это примерно 30 35 градусов вот после чего он уже вложите его своим сородичем своим друзьям братьям сестрам скажем так и там он уже начинает активничать вот шевелиться бегать и гулять вот и все начнем что хочу сказать почему снимаем видео как бы считаю что это нужно знать каждый кроликовод ноги так вот заходят видят у меня они замерзли буквально недавно был у знакомого и он меня зовет виду ой смотри открывается три замерзли вот из 11 штук замерзших и 6 штук удалось спасти вот и весь ответ а он уже собирался просто просто их выбрасывать то есть сперва подумайте о том вот насколько действительно они замерзли они могут состоянии совершенно без движений визуально без дыхания не могут прожить еще около 40 минут то есть после этого вы должны сделать себе допустим как глазочек я оставляю небольшую щелочку захожу и заглядываю вот в каком состоянии особенно первую вот неделю неделю как неделю четыре дня надо после родов железно сюда заглядывать смотреть что происходит как ведут себя малыши хорошо ли они укрыты нет ли раскрытых углов нет ли раскрытых боков бывает такое что даже вот они все лежат вместе а где-нибудь вот с краю и в том месте пуха маловато может тоже самое замерзнут в первую очередь вы должны провести реанимационные работы вот видите все у него уже двигательная он видите того его собратья прыгают вот это вот называется настоящий вот активность вот так они должны подскакивать он как бы подогревается сейчас руки теплые у меня и вот начинает потихонечку очухиваться вот еще буквально 5-6 минут я его подержу мамаши как вы видите сами она свободно сейчас есть она не имеет ничего против она ко мне уже привыкла вот и вот такая вот морда сегодня еще одна такая ушастая морда у нас скажем так спасена уже начинает чокать в любой ситуации человек должен знать что делать в таких случаях в любом случае было у него такого не было у него такого если такого не было ему кажется что такого не будет это он глубоко заблуждается рано или поздно все равно это случится рано или поздно все равно как бы придется этим делом столкнуться и И просто дабы, как бы, столкнувшись, не стоять разъянув рот, вы должны об этом знать. То есть вот, вы просто берете, вы должны этим удивить. Дыханием, значит, не советую. Так вот, есть советы кое-где, мол, дыханием можно отогревать его. Это нежелательно. Как бы, у нас при дыхании выделяется очень много углекислого газа. Ему сейчас, в данный момент, нужно максимальное количество кислорода. И выделяется много влаги, легких еще, толком там, толком, как таковых, легких лет. Вот уже начинаются у него, вот видите, активные движения. Он уже хочет, хочет, хочет уже жить. Это уже явно видно невооруженным взглядом. Все, опускаем теперь его мы к сородичам. Вот видите, они уже тут создали себе пуховую шапку. И довольно-таки неплохо в ней закопались. Ложим его. После этого прогрева ложим обязательно в середину сородичей. Немножко раздвигаем их, ничего страшного. И ложим его в центр. Ни в коем случае не с краю. Потому что он еще окончательно до конца полностью не прогретый. Скажем так, до конца не оживший. Положите с краю. Все-таки может еще подмерзнуть с того края. Ну, вот вроде бы как и все, что хотел вам сегодня показать. Видео случайно буквально попало, совпало. И получилось так, что эти вот... Заодно снял вот такой момент. В этом возрасте, до недели, не рекомендую производить реанимацию другим способом. Как есть в литературе научно описано. О прикладывании теплой грелки по теплым бутылкам. Во-первых, вы пока подготовите эту грелку. Эти бутылки, он у вас уже как бы и на выход пойдет. Вот, потому рекомендую таким вот образом, из руки в руку перекладывая, вот, свободно реанимировать малыша. Значит, резкий нагрев ему не рекомендуется. Вот, а этот способ, он уже не один раз меня выручал. Хотя, вот, скажу по правде, сейчас у нас вот март месяц. Зимой почему-то такого никогда не случается. Вот, она рвет намного больше просто-напросто пуха. Ну, это еще зависит от самой мамаши. Вот, допустим, мне привела в этот же день. Вот, видите, тут нарвала она сколько-то, целая шапка мономаха у нее. Вот, смотрите, тут до малышни и не доберешься, пока увидишь всех. Вот они. То есть, это еще как бы зависит во многом от мамаши. Видно, данная мамаша посчитала, что того, что есть, ей будет предостаточно. Вот, а эта решила, что этого будет маловато. Вот, вот, у нас момент. Вот, видите, вот он уже, он уже начинает вылазить, искать себе приключения на жопу. Ну, все, ребят, кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Все, удачи всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok